А твоя мама, а твоя мама говорит, твоя мама говорит, парень твой бандит. Встретишь мажора, забудешь его словно сон, а он тебя ждёт, пьяный под твоим окном. Ну почему именно в моей жизни так происходит? Опять меня избили, девочки не дают. Эй, малой, ты чё разрыдал? Папа, привет. Чё случилось? Я не буду тебе рассказывать. Ну в смысле, а чё ты хнычишь ты как девочка, давай рассказывай, что случилось? Ну я закупил себе новых вещечек, шмоточек модных, к девочке пошёл, рекованцу купил. Я говорю... Что такое рекованцу? Кроссовки. Ты одет как тюфяк какой-то, посмотри, у тебя глазки тут. Это бепи, это бепи, не надо, папа. Какие бепи? Папа, ну выручи меня. Ты девушку хочешь завоевывать? Да, очень сильно девочка нравится. Держись, сынок, вот, я принёс для тебя, чтобы ты не хныкал своего арсенала. Стоны Исланд? Конечно, ты думаешь, как я твою мамку-то заполучил, сынок? Вот сюда смотри тоже. Вот такая фирма для баб нормальная. Мне не хватит только трусы и дальше денег. А я тебе, сынок, сгрею неплохо. Карточка ловит. Папа, мой любимый папа. Мы с мамой тебя любим, бери, сынок, бери всё, что хочешь. И точно девочка будет моя? Будет, давай проверим, давай проверим. Всё, папа, я точно тебе говорю, мы с тобой спорим, что девочка завтра будет моя. Я вернусь, и она уже будет со мной. Накрывай стол с мамой, я тебе покажу свою невесту. Давай, сынок, погнал. Погнал. Я пошёл заказывать все вещи. Алё, да продавайте этот алюминий. Опа. Батя. Сынок, у меня к тебе важный разговор. Я поменял свои взгляды. Слышишь, ты разговариваешь нормально. Ты чё, одел, думал, словом, что мужиком стал, ёпта. Слава пацана тебе говорю. Я пошёл на свиданку, накладывай завтра стол. Давай, чтоб с ломом возвращался. Давай, у меня завтра будет малышка моя, принцесса, не ест и накрадывай. Я жду её здесь. Накладывай стол с мамой. Я жду её здесь, сынок, давай. Роду с твоей, давай. Лапу-то дай, чё, ты куда ушёл-то, блядь? Давай, так, сынок. Давай, Аня, а трусы ты ещё наделся сильно. Опа, кавалер вернулся. Ну что там, где девочка-то твоя? А, сынок, тебя чё, побили, что ли? Она заболела. Нет, меня никто не бил, честно. Кто заболел? Я упал. Девчонка-то? Да, заболела. Упала, да? Да. Прям вырвали? Никто не вырвал. Не вырвал? Нет. А что ты здесь, я не чёлк ещё, походу? Она заболела просто. Заболела, да? Да. На... Вот так вот мы тебе карту с матерью дали, да? Ты чё, сдачи дать не мог, что ли, сынок? Так у меня не было сдачи, да? На тобой так и будут все смеяться постоянно. Девочки, мальчики над тобой делаются. Ты не выдаёшь денег, какой сдачи? Ёб твою мать. БИК Бррррррррррррррррррррррр или Алохо или Whatzop мойм-ммм! Мои броски! И как вы сами уже видите по названию данного видеоролика и по этим трусам, то что у нас сегодня Stone Island. Кажуальный стиль, короче, сами смотрите, сразу желаю приятного просмотра. Но тут я вам хочу напомнить про вашу активность, за это безумно вас целую, что сколько вы наберете под этим видеороликом лайков за 24 часа, столько рандомных комментариев получит денег. Комментариями можно оффлудить. Всё, не отвлекаю, и последнее, что напоминаю, что после дропа этого видеоролика, который вы next стиль хотите, чтобы мы также заказали, всё вам показали, опять я проебал свои бабки, в ТГ будет опрос. Дрилл, настоящий опиум или скейтборд, заходи и голосуй за стиль, который хочешь увидеть ты. Всё, не отвлекаю, приятного просмотра. А где камера? Так, ну что, пацаны, если что, у нас вот у нас банкетный столик, банкетный столик, запрети мне носить стонарод. Вообще, тут очень много вещей, как вы с нами знаете, как я вам сказал уже в начале видеоролика, голосуйте, какой вы комплект хотите следующий. Обязательно, ещё раз напоминаю про лайк и подписку на канал, потому что хочу до лета добить 200к. Ладно, короче, поехали, пацаны, потому что вещей реально много, есть чё образвивать, будем начинать с вами. Знаете, с чего? С пола, потому что у нас тут есть такая, как сказать, кожуальный сетик, есть тунайланды, есть у нас и цепей компани, есть и куртка, есть и кофты, есть и штаны, есть и кроссовки. Понятное дело, что всё, но у нас немножко есть ещё и лакшери, потому что такому кожуальному сету я ещё решил взять нам полу-гуччи, потому что у меня у самого есть полу-гуччи. Как вы мне уже сказали, с генеральскими такими этими, ну вы поняли, короче, что кто там обзор смотрел, тот поймёт. Давайте приступать, потому что цена действительно за неё большая. 2 200, по упаковке могу сказать сразу то, что это пиздец. Это у нас пакет, как из-под картошки. Давайте открывать, смотреть, что у нас внутри. Ой, кстати, ну смотрите, немножечко даже как будто сделали бирку под оригинал, реально похоже, ну совсем чуть-чуть. Тут бирка сразу видно, что отличается, понятное дело. По качеству, хз-хз, давайте, короче, мерить, сейчас она вот так быстро на меня упадёт и уже поставим вам по баллам. Пола уже на мне, немножко себя ощущаю уже Конором Макгрегором таким, знаете. Ну что могу сказать, на самом деле приятная она такая, нащип хлопок, ну как-то она хреново, если честно, держит это как-то, ну фигово как-то она держит. А так, что могу сказать, ну где-то 7 из 10, потому что дороговато, на самом деле, рыба дороговато, охуевали. Вы что там вообще, что ли, обнаглее? Ну и что, дамы и господа, мы с вами находимся где? В новой студии, как вы видите. Скоро у нас, если что, будет обзор на новый мой дом, куда мы переехали. Но пока давайте смотреть с вами отзывы. И ещё, знаете, с чем я хочу вас отвлечь? Не забывайте покупать футболки, потому что лето уже скоро, некоторые размеры уже заканчиваются. Ссылка есть в описании на мой мерч, заходи и покупай за 3 тысячи, ты получишь лучшее качество. Так, ладно, короче, по полу, тут даже отзывов нихуя нету, и сказать я по нему тоже могу так же нихуя. Следующий у нас, это шапка ЦП Компани, ЦК Компани, с рилзами, с линзами. Аккуратно скроем. Упс, немножечко неаккуратно. Смотрите, тут у нас уже и бирки к нам подходят, бирки есть. Блин, вот это уже куда лучше выглядит, на самом деле, реально куда лучше выглядит. Смотрите, и линзы есть, даже можно вот так... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой, ля, что это такое? Чик снимаем. У меня, кстати, была шапка ЦП Компани, я ей вам больше всего дал погонять. И бирки, кстати, внутри тоже есть. Бля, вот это, ребят, на самом деле, что я могу сказать, это порадовало. Две тысячи рублей, бирки, упаковка. Давайте мерить. Ой-ой-ой, чуть с головой себя не оторвал. Смотрите, уже постепенно выходим. Вот так, оценивайте, пишите в комментариях. Я поставлю этой шапке 9 из 10. На самом деле, она такая удобненькая, материал тоже приятный. Типа на зиму, если таскать, то вообще будет топчик 10 из 10. Шапка Кажуал, потому что тут у нас уже отзывов куда больше. Это ЦП Компани. Вот этот товар уже куда реальнее стоит свою цену. Давайте смотреть фоточки. Это самое главное, я думаю, это самое интересное. Так, это сразу скипаем. Обычные пацаняты, пацаняты, пацаны со двора ЦП Компани шапку покупают. Но она вполне неплохо выглядит, потому что вот у меня, когда была, мне Борщ тоже подогнал один раз шапку ЦП Компани, она реально прям похоже выглядела. Вот этот пацанчик, вот этот вот тоже отзыв оставил, тоже боевой заряженный типондер. Боевой заряженный типондер. Тут еще, смотрите, была Клава, походу, ЦП Компани есть или нет, ну хз. А ЦП Компани уже отходим, но действительно из тех товаров, этот один из тех товаров, который мне действительно реально понравился. Стон Айланд, Стон Айланд, Стон Айланд, суки, они охуели. Ну как вы видите, у нас вот такой вот пакетик, тоже все четко сделано. Вот эта упаковка хорошая. Цена этой худи 2300, только они охуели, потому что я заказывал себе серую, блять, а мне положили зеленую, нахуй. Ладно, похуй, давайте аккуратно ее вскроем. Хороший пакет, видите, хороший пакет, потому что когда хуевый пакет, они разлетаются, нахуй. Дирочки смотрим, че как. Вот бэд, пока неплохо, 2300. Я удивляюсь, ВБ, мне честно, реально не платят, но сделано реально для людей. Я не выебываюсь, я понимаю то, что есть люди, которые нету денег и так далее. Ну, кто-то не может себе позволить кофту за 20 тысяч рублей, за 25 тысяч рублей, Стон Айланд. Мое мнение, ВБ меня реально удивляет. Вот это да, это че, реально? Э, братан, подходи сюда. А ты в курсе то, что в цели последних событий, то, что там на Вэлберис было, ну, из-за их происшествия, они сейчас промокод раздают. Залутай халяву, и ты спокойно можно забрать промокод на 5 тысяч рублей, и если тебе нужно что-то купить, можно сэкономить. Вот я, например, себе лампу новую для студии заказал, спокойно зашел, залутал промокод, легкая халява. Кто экономит, тот считает бабки, так что заходи, и ты лутай промокод на 5 тысяч рублей, и сэкономь, и посчитай бабки, и вложи их в бизнес. Ссылка где? В описании, братан, так что давай, что хотим. Спасибо, спасибо, братан. Давай, бирка даже внутренняя, конечно, по бирке внутренней чутка видно, ну, сейчас дальше буду смотреть, попасть. Патч еще и так далее, бирки оторвали, теперь патч. Ай-яй-яй, патч, конечно, немножко палевный, патч немножко палевный, потому что он как будто как вообще напечатанный, я вот так вам скажу. Но все равно неплохо, давайте его сейчас прикрепим, прикрепим и отденем на себя. Большовато, по-моему, будет мне. Так, постепенно уже сет у нас начинает собираться, видите? По ощущениям приятная кофта, но патч реально палевный очень сильно. Если бы патч был немножечко какой-то пообъемнее, ну, кто понимает в легитных патчах, кто должен понимать, то я поставил бы, я думаю, больше. Я поставил бы больше баллов, а так я поставлю 80 поставим пушка. И вот это, конечно, слишком длинновато. Это что вы, если, знаете, вас поймали, оффники с другой команды, вы могли резко так... Ладно, осуждаем, не надо такое делать. Stone Island, 1700 оценок тоже. По отзывам 4.3, 2.300. Ну, этой кофте я поставлю и плюс, и минус. Короче, хуйня и вроде не хуйня, вот так я могу сказать. Ну, ну вот, пацанята тоже закупаются, все луки прикупили. Но по патчу, конечно, в некоторых моментах реально видно, что это хуета. Вот тут, конечно, спамят. Вот белая кофта вообще максимально как говно выглядит. Вот просто белая сразу минус. Зеленая цвета хаки более-менее пойдет по отзывам. Ну, блин, даже никто фотки не укладывает. Ну, вот тоже зеленая хаки пойдет. Зеленая в основном тоже зеленая берет. Но белая вообще как говно выглядит. Вон, пацанчик, 15, 11, 08, 43. Искали одно, а нашли золото. Вот это что за манмазель? Ёшкин-матрёшкин. Смотрите, флэш, энергетик есть. Какая-то кровать непонятная где. Двухэтажная, двухъярусная. Ключики, куртка, сумка, сумка, ой-ой-ой-ой. Что ж она творит? Вот тут, походу, интересное что-то пошло. Прям особо ёбнутого тут нету. Короче, хуйня и не хуйня. Вот так вот еще раз вам скажу. У нас тут еще самый интересный комплект, ребят. И вот с этого комплекта я уже пиздеть вам не буду. Я его уже скрыл, потому что носки Стонайланд, блядь. Носки Стонайланд. И вы подумаете, это все трусы Стонайланд, блядь. Это пиздец. Ла конфета, ла конфета. Я вам про какие-то различные говорил. По-моему, тут патч более выглядит лучше, чем на этой кофте. Если вот с этого херни снять на эту кофту, будет лучше патч. Вот тут патч реально под легитный больше похож. И упаковка, гляньте, какая. Как будто какой-то зи-блок американский генджик. Кто знает, кто станет. И смотрите, что еще положили. Жвачку, походу, или что это такое? Ух ты. Это можно... Фу, блядь, как он вонючий, нахуй, сука. Я думал, это жвачка, блядь, вот вроде, нахуй. Да пизду они майно еще прокололи, чтобы мы специально, нахуй, потом, чтобы ребенок у меня, ну, тоже с патчем родился на голове, блядь. В трусах и в это. Давайте сейчас тогда раздемлюсь, покажу. Ну что, трусики уже на мне? Так, ребята, руки на столе держим, повнимательнее там, и носочки. Блядь, на самом деле, если вы хотите там, ну, поугарать над другом, порофлить над ним, чтобы он вас потом вас убил или так далее, вот комплекту с трусами и с носками я ставлю, знаете, сколько? 80. И почему 8 из 10? Потому что упаковка мне понравилась, самая четкая, что это было. Ну, вот видите, на одном носке есть патч, а на другом нету. Как-то странно, если бы на двух носках был, короче, десятку поставил, а трусы, ну, посмотрите, реально, патч как будто как-то оригинал сделан. Я вам отвечаю, пиздать. Если так подумать, то как будто оригинальные трусы. Ну и самый охуительный лот, который я мог вам не показать, это набор трусы-носки 100 Ныслан, 100 Наслан, 100 Ислан, тут можно только так это и сказать, 100 Ныслан. Блядь, жалко, что, конечно, отзывов тут нету, жалко. Но, по факту, по факту, в этих трусах можно реально пиздить патчи и вешать, как будто это под оригинал. Потому что, ну, реально, патчи выглядят, это просто можно охуеть. Если сравнить с настоящим, я думаю, даже особо различий не будет. Let's go дальше, ребята, это только начало. У нас тут очень много чего еще интересного для вас есть, что я могу вам показать. Что мы переходим, это сразу ЦП Компани. Тут вещи, я не могу чекать, легит, не легит, потому что я особо не разбираюсь. Раньше Данила был бужуалом, но это было очень давно. Сумка за 1900 рублей ЦП Компани. Аккуратно откроем кубышечку. Ой-ой-ой, а почему, нифига, она какая глянцевая, серая. Тут тоже бирки есть, по кайфу, прям реально по кайфу сделано. Давай сейчас мы ее чуть отрегулируем. Я просто не разбираюсь в таких сумках, как что-то регулировать. Не, материал, кстати, на самом деле приятный. Внутри ЦП Компани тоже есть, чтобы, ну, по факту, знаете, вот такую спаленную себе сумку купили, или, например, кармашечка открыли, чтобы на свай достать, и кент такой залезает к вам туда и видит бирку. Madden in Vietnam, и он, ха-ха-ха. Бля, вот тут пален, а, не, подожди, лол, нихуя, охуеть не встать. Я ошалел, ЦП Компани тоже бирка есть. Нормально, not bad, not bad. Только я не знаю, как они регулируются. Вот так, да, вот через плечо закидываешь, вот так ходишь, типа как кондутер. Заправись, передаем. По баллам что поставлю, материал прикольный, линза тоже есть. Поставим восьмерочку твердую, ну, кежуальные вещи меня удивляют куда больше, на самом деле. Прям все по пизде сделано. Следующий наш артефакт, следующий наша сумочка, это ЦП Компани. Вот такое через плечо, блатная. Как видите, ну, тоже одна всего лишь фотка. Ну, этой сумке я тоже поставлю плюс. Нормальная сумка, 1700 рублей, вполне для нее хорошая цена, бля. Ха-ха. И, конечно же, что у нас с вами дорогое, что не мог пройти до ней лакежуал, штаны Эвису, Эвису, не ливайс, не хуяйс, именно Эвису. 6 тысяч рублей. Я не знаю, что с этими вещами мне делать. Может разыграть, может еще что-то, но вот упаковка, как будто как сарфетча. Вот честно, бля, пацаны, в джинсы, когда сарфетча заказываю себе, ну, прям все так же выглядит, нахуй. Давайте скрывать. Ну, потому что это, скорее всего, уже считается лакшери. Копия за 6 тысяч, понятное дело. Это, знаете, как раньше говорили, подарочкам никого не положили, суки, 100 баксов. Что за наклон, да, бля? Ничего себе, какие, блин, приятный материал. Блин, ну вот это, конечно, хуня, мне кажется, она палевная какая-то, блестючая. Ну, как это все выше-то? Вот тут какой-то дракон, кабан, ви-ви-ви-ви, бля. Коллекцион едите, номер 58 из 500. Ничего себе, пацаны. Это оригинал, да, я сарвал? Так, ну что? Давайте мерить. Так, пацаны, я что-то не понял, у меня как будто вот тут я из-за этого ходить нормально не могу. Видите то, что у меня тут вышито? И у меня проблемы теперь. Тяжело в них ходить, конечно, вот эти бирки очень сильно мешают. Джинсы мне вообще не вкатили, пацаны, с джинсами я оставлю. Не, упаковка еще сделана четко. Ну вот это проблема, вот видите? Как будто у меня тут реально, если по мне стрелять будут, или ножи кто-то захочет сделать, не пройдет. Я весу джинсы всего 26 оценок, 6 тысяч рублей. С этого я, конечно, немножко прихуел, но, в принципе, если хочешь снимать контент, то и учись, и бабки проебуй. Ну вот они мне вообще не понравились. Типа, если, пацаны, будете брать себе, то берите какие-то вот без этих патчей на жопе. Вот те джинсы, они охуенные. Базар Джексон. Ну неудобно, блядь, ходить, когда у тебя вот на жопе, вот ты ходишь, и у тебя вот эта бирка, она реально чувствуется. Это не принт, который нанесен, он выше там. И неудобно, блядь, из-за этого ходить. Ё-моё, ё-моё, братишка, ну ты что, в тапочках, в таком, ну джинсы, кстати, на нем хорошо сидят. Хорошо джинсы сидят, вот на этом пацане тоже джинсы заебись сидят. У этого, вот это здравые джинсы, отлично выглядят, мне кажется, и удобные. Ой-ой-ой, ну ты что, нихуя себе, ты зачем так в таких джинсах-то сфоткался, пацаны точно с района не поймут. Ну и конечно же, ребят, у нас же с вами лакшник, визуальный сетик, что мы не могли сюда не взять, это ремень Луи Витон. За тысячу рублей, опа-на. Чик. Ой-ой-ой, это уже пахнет что-то деньгами, это уже пахнет деньгами. Ла-ма-ми-о, есть что у ми-о. Как-то он странно на самом деле сделал, давайте открывать, смотреть. Запахован он так, будто это, не могу вслух говорить. Это запах денег, я думаю, вы уже, ух, ух, пахнет. Луис Витон, 24К, Луис Витон. Так, let's go. Мы, в принципе, ничего с вами откручивать не будем, нам попу. Я надеюсь, что он мне подойдет по размерам. Жалко, конечно, то, что я не разбираюсь в кожуальных вещах, кто просто на ланди, но просто на ланди, я вам уже почти все сказал. Вот так вот. У нас такой, чуть-чуть кожуал, чуть-чуть богатый кожуал, знаете, которого папа работает где-то в бизнесе, еще что-то, но пацан выбрал не быть, знаете, не таким хайбистом, там, не в визиках ходить, не еще что-то, не по ресторанам лазить. Пацан остался все равно с пацанами около футбола. Ну, чуть-чуть тоже лакшери присутствует, потому что, ну, да, еще гул, чем Луис Витончик, а вы как хотели. Теперь, смотрите, я приспускаю чуть-чуть станишки. У нас вот так вылезает, смотрите, и патч, и Луи Витон, и ширинка нахуй. Потом вот так с жопой своей провачивать. Моя жопа, это limited collection, 54-я жопа. Со завода 2000 года 54-я жопа, это моя была. И, конечно же, самое лакшери, 546 рублей, это часики. Если кто-то смотрит меня с Англии или с тех стран, где я разговариваю на английском, Hello, brother, my nav watches, стоят они 500 бакс. А почему они уже такие все покоцанные, я оху... У-у-у-у. Вот это да, вот это мы первые, ребят, брак. Первый, сука, брак. Проверим на тест. Нормально, живучие. Базар Джексон. Что вы мне можете спросить, если что поставлю по баллам? Этому я поставлю по коцам пришло 7 из 10, не так одел, похуй. Ремню поставлю, он меня удивил, за 900 рублей неплохо выглядит. Восьмерочку, семерочка можно прям вот вообще так поставить. Это ремень у нас Луи Витон, 900 рублей. Пацаны, отзывы тут, конечно, скудные и получается, потому что не на все товары, но ремень тоже плюс, я ему прям реально поставлю плюс, нормально. Жить можно, прям не говно и тоже не хуйня. Не говно и тоже не хуйня. Конечно же, ребят, вы думаете, что я мог обойти стороной шарпочек Бербер? No, 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 no. Немножко английского стиля нам тоже не помешает. Скрываем. Ух, не могу. Ногтя на тени от подождите еще раз, дамы и господа. Подождите, пристегнитесь, вы готовы? Бербер, английский стиль, английский стиль он уже с нами, как английский чаёчек с молочком, кто попивает аааа, сука бля, никуда пакет, и англичане умеют делать не смотрите это, барбере это они долбоёбы просто перепутают это Кашемир то что Кашемир, так как будто Кашемир так? ну все смотрите уже нахуй кто там уже кожуал и у вас уже слюник через игран капает да, 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 мы на месте хайписты тут опа 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 Пацанята, шарф у нас стоил 800 рублей хороший шарф приятный поставим ему девяточку и что у нас идет следующее к нам интересное тихо 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 шарф шарф у нас как видите барбель теплый мягкий андеграунд нихуя себе такое название теплый мягкий андеграунд так ну тут видите уже комплект нить тонн андбр так глядите тоже тут но этот тип я не знаю как он сюда вообще попал каким левым поворотом его сюда занесло уже пацаны что-то на футбольное похоже тоже смотрите видите шарфик себя пацанята берут он тоже пацанчик закупился полетел тоже пацанчик закупился вот это вообще такой обрезанный тип он нормально кстати выглядит неплохо выглядит если честно сказать то есть 700 рублей это вполне хорошая за него цена тут тоже ставим плюс летс гоу дальше тонн айланд ньюбэйланс конечно же шузы 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 мама мио 3 500 они стоили пацаны бля вообще мясные я помню у меня кстати были ньюбэлансы у меня были не настоящие мне мама на ринге купила это давно было можете делать на меня разоблачение так надеваю на ногу кстати весьма неплохо вообще у нас лук зачетный и вы не думаете то что это все 3 500 кроссы по-моему самые лучшие что у нас были с вами выпуске типа 3 500 они реально стоят они вроде и удобные четко сидят пацаны как вам вообще мастилек ну-ка давайте встанем ну вот так все у нас и выходит гайз нормально да но это еще точно у нас не последняя ну вот в них хотя бы удобно знаете вот как мне джурданы тогда пришли у меня в них очень сильно нога сразу болела а в них нормально ходить можно ну типа реально не not bad not bad неплохо ну что идем к самому интересному и последним 1300 оценок но это потому что оценка это на ньюбэлансы 3 800 весьма неплохо давайте смотреть по отзывам кстати как у меня кроссы тоже взяли за 3 800 я считаю то что это хорошая пай хорошая копия потому что сейчас в такое время уже некоторые все ставят такую цену на кроссовки как раньше были оригинальные кроссовки столь только они паленые вроде никто не жалуется вроде тоже всем всем нравится тут еще и такие есть найки и ньюбэлансы короче все ньюбэлансы есть много коллекций видите тут отзывы за все товары скорее всего сочетаются ну неплохо неплохо ньюбэланс все пушка как надо все пучка коробки конечно хреновые иногда приходят а так я в них не разбираюсь но вполне нормальные кроссовки из-за того что мы с вами брали это пока что наилучшие кроссовки которые у нас были дон корлеон ураджан хокаги хочет вам сказать это куртка за 3500 на самом деле меня удивляет тот факт то что зимняя куртка стоит 3500 калаш мне в зад нахуй а кстати ну а что патч неплохой неплохой патч ржать не буду для 3500 утка стоит ну я в шоке конечно она палевная то что она не настоящая внутри даже нету ну а чё вы хотели за 3500 бля реально пуховик теплый на рыбалку можно ходить вот этому я ставлю пацаны девять из десяти вообще пушка четкая четкая пушка теплая кстати куртка мне уже жарко становится по куртке 3000 рублей я даже выебываться честно не буду я не буду выебываться не буду пальцы веером гнуть и так далее я не буду выебываться хорошая куртка куртка неплохая не слишком хорошая но не слишком хорошие вот я бы также на самом деле татьяна как мою маму зовут я с вами прям согласен один отзыв есть фотка это это в итоге взяли кархат кархат на месте как говорится ужевальные вещи меня куда удивили больше по качеству все сделано куда-то лучше честно вам скажу реально все сделано лучше все стоит гораздо меньше смотрите мы с вами оделись можно сказать просто на сезон ну где-то на 25 тысяч тем более у нас еще есть и сумка есть и ремень есть и носки короче есть все есть все то что нужно так что пацаны голосуйте какой вы хотите дальше сет я не знаю что с этими вещами делать может я их буду как для сериала использовать можете еще что-то может разыграю в своем телеграм-канале следите там а вам могу сказать что пацаны от души всем за просмотр я рад то что вам эта новая рубрика нравится скоро будут еще новые рубрики про скамеров про вебе будем продолжать скоро будем еще с америки пальцы заказывать так что давайте гайз люблю целую вас обнимаем мы только взлетаем скоро уже переезд на квартиру потому что это последнее видео заснятое тут ахули нам тюрман у нас голове тюрма ты футбольный хулиган твоя жизнь плашной обман обнял i'll be back из мощадка так еще хотел еще добавить в этот выпуск немножко сделать сравнение кстати если вам нравятся выпуски про вебе чтобы я старался типа сравнивать свои вещи с этими паленами то обязательно пишите в комментарии будем все делать у нас на сравнении сейчас патч с этих трусов точне из носков я их снял вот он одинаковых бать потому что максимально меня удивили то что что реально пачьи ну не как будто напечатаны на ты до 500 реально так как на и на , припасе чуть присматривался но тяжело даже понять вот этот оригинальный поширите с белыми что вы сразу понимали но уже немножко такой поебаный и как видите вот у нас будут плач ну и смотрите на самом деле разница максимально очень маленькая да вы скажете тут немножко вот так но блин он новый этот новый а этот уже поношенный нет различия конечно есть но минимальные минимальные в плане вот этого у меня реально действительно в б удивило потому что типа если так сравнить потому что этот покусанный а по шрифтам меня как будто сейчас голос как будто я как малой когда бутерброд и готовил зачем я это сейчас делаю включил старт видео не знаю ну и конечно же как вы могли забыть то что я играю на проекте gta 5 rp rockwood это самый крупный проект где 30 тысяч онлайна где личная игра на севере 1800 500 человек также ребята как вы видите уже на мне 100 нисла 100 найланд кому как угодно если чё так же будет конкурс для моей фамы но такой стонал он желтенький так что можете вся информация находится в описании в дискорде вступайте в наш фаму с 5 левела и можете принимать участие потому что постоянно бегаемся тулимся на стримах я тут постоянно игра просто заходите играйте вместе со мной как это легко сделать я вам скажу вы зашли на север потом нажимаете f10 шестероночку сюда приглашение и большими буквами просто хакаги быстро вкачивайте 5 левел ступайте ко мне фаму начинать там с кем-то общаться дружить или еще что-то и начинаете двигаться уже только идти только вверх но и постоянно тоже заплачу и так далее пацанов я никогда не обижаю так что залетайте именно ко мне и играйте вместе со мной потому что проект действительно крупный я не знаю чего вы ждете есть брендовые шмотки спущенные штанишки короче все что есть все что нужно для вас мои пацаны так что не жди залетай и заходи вся информация в описании